продолжаем лекала у нас с вами готова давайте его рассмотрим значит у нас есть с вами детали полочки и спинки спинка полочка я уже отрисовала все припуски значит припуски я дала по всем периметрам 1 и 2 это мой любимый припуск по низу полочки спинки я заложила припуск 4 сантиметра потому что мы там будем делать двойной подгиб это спинка и полочка значит я перевела под подборд и подкрой горловинки но пока не вырезала далее рукавчик он у нас со сгибом будет 2 детальки по всему периметру я тоже дала 1 и 2 воротничок по всему периметру 1 и 2 и я не стала делать лекала кармана манжетов это все мы делаем раскроем на ткани и у нас с вами лекала есть пижамных штанишек вот такое без бокового шва здесь я тоже добавила припуск по всему по всем контурам 1 и 2 и просто вырезала с миллиметровки но я не вижу смысла переводить все это на кальку а теперь давайте посмотрим какую я буду использовать ткань так как у нас все-таки новый год и так как у нас будет с вами праздничные пижамки я зашла в магазин ткани и увидела вот такую красоту конечно в обычной жизни такую такую ткань я по себе не купила нуж очень она яркая очень праздничная мне понравился цвет и мне понравилось что это блестки так как новый год это елочка это такой приглушенный яркий такой игре играющий свет и мне кажется вот эта тканишка она будет просто выигрышно смотреться это трикотаж здесь люрексовая какая-то ниточка тоненький довольно таки приятненький и очень недорогой 300 рублей за метр всего лишь но случилось следующее кто-то уже эту ткань разобрал видимо на новогодние платья и мне остались лишь кусочки перед вами один из них но так как мы умеем строить лекала так как мы сами делаем раскроет мы всегда можем посмотреть в какой кусочек у нас войдет рука в какой кусочек у нас войдет полочка спинка в какой кусочек у нас войдут брючки поэтому я забрала все куски которые там были и сейчас я буду из этого делать пижаму скажу вам еще больше из такой ткани я сделаю пижаму новогоднюю для своего супруга он еще об этом не знает и мы будем с ним в одинаковых пижамках далее так как это все-таки пижама да и я хочу чтобы это было видно что это пижама то для окантовки воротника манжетов и карманчиков я буду использовать кант я хочу вот такую пижаму с белым кантом во первых кант покажешь что это пижама потому что если сделать такую пижамку без канта из такой ткани то многие наверное подумать что это брючный костюм праздничный но брючный костюм я бы шила по-другому или кала строила тоже по-другому там уже учитывалась и посадка ну давайте скажем ткань бы я взяла поприличнее поэтому я буду кантом подчеркивать то что это действительно пижама белый кант и разумеется у нам нам потребуется с вами резинка резинка шириной четыре с половиной сантиметра как раз для пояса шириной 5 сантиметров она идеально подойдет также нам с вами потребуется дублирующий материал это клевая для патрика для трикотажа и ниточки в цвет все друзья перед тем как мы будем делать раскрой и вообще перед тем как делать раскрой обязательно ткань нужно про утюжить то есть ее нужно продекотировать почему потому что эта ткань эластичная натянется особенно трикотаж и ткань может под утюгом дать усадку пусть она лучше даст усадку вот в таком виде чем она даст нам с вами усадку в деталях крою согласны согласны значит что делаю сейчас я я сейчас за кадром без вас быстренько утюжить все свои кусочки быстренько делаю раскрой а раскрой делается очень просто я на ткань буду накладывать уже готовые лекала здесь ничего сложного буду прикладывать готовые лекала припуски у меня отрисованы и просто вырезать по контурам лекала ткань и таким образом я проведу раскрой и после того как я сделаю раскрой я уже возвращаюсь к вам и мы начнем с вами шить новогоднюю пижаму для меня итак друзья я сделала раскрой давайте посмотрим что у меня получилось деталька полочки их две детальки полочки вытачку я пока я не обводила не переводила потому что мы будем еще с деталька полочки работать делать будет влажно-тепловую обработку до замыкания вытачки и эти линии они у нас исчезнут поэтому я вырезала выкроила с учетом вытачки но саму вытачку я переведу тогда когда уже сделаю все необходимые действия далее к полочке у меня выкроены два кармана то есть две детальки это квадратик вот я пометила посмотрите то есть крестиком пометила это верх которому будет пришиваться вот такая планочка такая планочка значит квадратик имеет ширину в готовом виде 13 сантиметров длину в готовом виде 11 сантиметров значит у меня здесь квадратик но тоже не квадратик на прямоугольник больше до 13 на 11 и плюс припуски на шов по всему периметру значит планочка выкроена следующим образом в готовом виде она должна быть 4 сантиметра плюс припуск на шов значит смотрите я выкроила такие прямоугольнички вот один прямоугольничек ширина которого десять с половиной сантиметра складываем будем складывать вот так планочку пополам и вот так в сложенном виде мы получим с вами 4 сантиметра ширину плюс 1 и 2 припуск на шов то есть смотрите все планочки и манжетки и вот эти все вот эти штучки которые будут пришиваться у нас кант я выкраиваю по длине немного больше то есть смотрите вот ширина карманчика если вы так приложить планочку то видно что планочка выходит за пределы почему потому что при пришивании канта может произойти небольшая припосадка и если выкроить четко прямо вот четко вот особенно в таких тканях да вот таких вот тянущихся то может просто планочки не хватить пусть лучше будет больше да мы перестрахуемся и лишнее мы всегда сможем отрезать я это я сделала на всех вот таких планочках значит так два карманчика и планочки это пояс полочка с карманами дальше у нас спинка ну здесь все просто здесь просто одна деталь со сгибом широковатая свободно будет свободно у меня будет курточка это у нас спинка сюда к спинке мы не выкраиваем никаких планок просто спинка и спинка далее два рукава две детальки рукавов и к ним тоже у нас будут манжетки манжеты выкроены по такому же принципу полосочка шириной 10 с половиной сантиметров сложенном виде она будет являться по ширине 4 сантиметра плюс припуск на шов и будет вот сюда вот так пришиваться тоже видите да полосочка по длине немного больше чем длина низа самого рукава две полосочки на один и на второй рукав манжеты полосочки так далее полочка спинка рукавчик далее воротничок по идее воротничок нужно выкраивать со сгибом но так как у меня ткани просто в обрез просто обрез я один воротничок выкроила с припуском по центру то есть по центру спинки смотрите вот в развороте у нас получается один воротничок со сгибом а второй воротничок у нас будет живной и вот для того чтобы сделать вот здесь шов я приплюсовала припуск то есть по факту получится у нас один воротничок со сгибом 2 с центральным швом и вот тот воротничок который у меня со швом он у меня будет нижним то есть как бы шва видно не будет но тем не менее я воткнулась вот в необходимое количество ткани то есть если вдруг по какой-то причине вам будет не хватает то в принципе шов по центру спинки на воротничке это нормально это допустимо так воротничок и у нас есть с вами брючки давайте посмотрим брючки две такие детальки значит передняя задняя половинка левой брючины при передняя задняя половинка правой брючины все с припусками выкроили и к ним я также выкроила манжеты значит две детальки две полосочки шириной десять с половиной сантиметров сложенном виде они будут выглядеть вот так пришиваться сложенном виде сложенном виде четыре сантиметра плюс припуск на шов по длине тоже немножко длиннее да то есть это на случай если вдруг произойдет у нас под кантом припосадка и так что нам осталось с вами выкроить нам с вами осталось выкроить пояс для брюк и обтачку обтачку горловины спинки и подборт полочки вот сейчас внимание и кстати у меня на все про все остался вот такой кусочек всего лишь ну я приз так прикинула у меня подборт входит выкроется у меня пояс для брюк будет центральный шов по переду и центральный шов по спинке у брюк принципе можно и будет расположить шов в бок и шов в бок пожалуйста но по так как по бокам швов нет у нас на брючина есть центральный средний шов по переду и по спинке то я у меня будет стыкованный пояс то я сделаю у пояса шов тоже по центру переда и по центру спинки да вот так мы входим в обрезки значит здесь у меня встанет подкрой и я думаю, что вот сюда у меня вполне зайдет обтачка горловины спинки. И все. Значит, если вдруг вы захотите делать с пояском пижамку, то, конечно, еще нужно выкроить буй пояс. Итак, теперь внимание, смотрите, если вдруг у вас ткань будет подвижная, типа шелка, тонкого атласа, тонкого сатина, то вам необходимо, прежде чем выкраивать подборт и обтачку горловины спинки, нужно кусок ткани, то есть отрез ткани сначала продублировать, а после уже делать раскрою. Почему? Потому что вот такие тонкие подвижные ткани при дублировании могут сместиться, то есть перекоситься. Можно, конечно, их выкроить, потом по лекалу выровнять, то есть на гладильной поверхности, наложить сверху дублирующий материал и просто после продублировать, но это очень опасно. Сразу говорю, проще взять вот отрезать необходимый кусочек материала по ширине и по длине, продублировать его и после уже делать раскрой. Но так как у меня ткань неподвижная, то есть все, она такая статичная, то я выкрою, то есть я и ткани у меня вообще не хватает, чтобы так по-барски дублировать, я выкрою подборт и обтачку горловины из ткани и из дублирующего материала. И буду дублировать, вот эти две ткани соединять уже на гладильном столе. Еще раз повторю, я это делаю, потому что у меня позволяет ткань это сделать. Ну и плюс у меня нет лишней ткани. Итак, отрезаем подборт. Все, пришло время. По линии, которую мы с вами нарисовали на чертеже, мы отрезаем подборт полочки. Нам потом деталька полочки пригодится, чтобы вытачку перенести, пока никуда ее не деваем. А вот спинка уже нам никуда не пригодится. Спинку можно убрать. Итак, вот две детальки, которые нам нужно сделать. Все, я беру свой остаточек и сейчас мы будем танцевать танцы с бубном, чтобы все у нас вошло. Честное слово, это единственный кусочек, который у меня есть. За исключением, там маленькие еще обрезочки. В общем, сейчас будем все смотреть. Если вдруг немножко не входим по ширине, то я могу немножко сузить вот эту, вот этот подкрой. Так, давайте. В принципе, мы вошли. В принципе, я вошла. И вот у меня получается пояс. Вхожу, вхожу. Так, по ширине пояс вхожу, вхожу. И вот здесь у меня выйдет, ох, какой я вам сейчас урок преподаю, да? Втисни то, что невозможно втиснуть, да? И у меня обтачка горловинки тоже выходит. Если вдруг у вас тоже ткани будет в обрез, как у меня, и обтачка горловины спинки со сгибом не получится, то здесь тоже, в принципе, можно так, как и на воротничке, сделать шов. То есть обязательно. Так, вот как хорошо, когда лекала уже отрисованы с припусками на шов. Смотрите, мне не нужно учитывать эти припуски. Все уже здесь есть. Не нужно, чтобы просто деталька вошла. Так, входим-входим. Все, прям тютелька в тютельку. Видите, да? И обрезков остается вот с кулачок. Так, прикалываем. Если бы ткань у меня была подвижная, то я, конечно, такое бы сейчас не делала. Я бы сначала вот этот кусочек продублировала. Почему я вас об этом предупреждаю? Потому что по такому принципу можно шить действительно шелковые пижамы. Я вам хочу сказать, что самостоятельно шить такую пижаму, я вам в конце занятия покажу пижаму, которую я сделала для повседневной носки для своей дочери. Такие пижамы стоят около 10 тысяч рублей. Готовые, да, брендовые. А мы с вами можем сшить пижаму, которая не превысит по цене тысячу рублей. Приятно? Я думаю, очень. Итак, выкраиваем подборд. И точно такую же детальку мне нужно будет выкроить из дублерина, то есть клеевой по трикотажу. У меня клеевая по трикотажу будет белая, потому что у меня ничего черного в студии нет вообще. И как-то вот прикупить черный дублерин у меня не получилось, то есть я забыла. Но так как пижамка разовая и дублирующий материал видно не будет, я буду использовать белую. А вы ту, которую хотите. Отлично. Пока раскалывать не буду, пусть у меня будет скалькой. Так, теперь давайте-ка мы выкроем пояс. Значит, надо померить, сколько по длине у меня должен быть пояс. Для этого мы берем брючину, находим талию, линию талии, промеряем. С припусками, да, у нас по центру переда и по центру спинки здесь уже на брюках есть припуск. И так как у нас будут все-таки вот этот пояс, он тоже будет стыкованный, поэтому я мерю от края до края. Это то, что мне нужно будет. Так, ну вот 61 сантиметр, значит мне нужно две полоски, ну как раз ткань сложенная в 2, длиной 61, шириной 5 сантиметров плюс припуск и умноженное на 2. Значит 5 сантиметров плюс припуск это 6,6 сантиметров 2 миллиметра умноженное на 2, 12 с половиной сантиметров. Вот так, берем мелочек, отмеряем 61 сантиметр, должны войти, прямо должна. Так, 12 с половиной сантиметров. Ну давайте возьмем 13, давайте 13. Так, значит 61. Сейчас мы отмерим 61. Это у меня 50 сантиметров. И еще 11. Вот 61. И 13 сантиметров. Так, и 13 сантиметров. И проводим полосу. Вот он наш пояс для брючек. Да, стыкованный. Ну и что? Украиваем 61 сантиметр. Это с учетом уже припусков, да? Вы поняли. Я промерила по верхнему срезу уже раскроенных брючек. Так, что там, что там у нас припуски. Так, это пояс. Все. Отлично. Скалываем булавочкой, чтобы не потерялись. Так, брюки. Давайте все сложим. Все по кучкам надо складывать, потому что обтачки можно между собой потерять. Вот это к брючкам манжет и к брючкам пояс. Все, видите, кладу к брюкам, да? Все, что к полочке, находится на полочке. Вот карман, обтачка кармана или клапан кармана. Ну, здесь подкрой сюда же идет. К рукаву то же самое. Так, и теперь нам нужно выкроить обтачку горловинки. Так, ну, давайте будем смотреть, как мы входим. Будем сейчас примеряться. Так, делаем сгиб. Вошли. Прекрасно. Просто прекрасно. Вот так, да, по кусочкам и собираются вещи. Если была бы ткань в наличии, конечно, я бы взяла, не думая, то количество метров, которое мне нужно. Нет ничего. Лучше отмотать с рулона и раскроить без проблем. Но когда ткани не хватает, то тут приходится немножко подумать. И видите, все получается. Раскрой это такая часть работы, часть всего пошива, когда действительно нужно думать. Недаром, говорит, 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Все, это обрезки, которые нам не нужны. И вот у нас обтачка горловины, спинки со сгибом. Замечательно. Пока тоже раскалывать не буду, обтачки пусть лежат у меня отдельно. Итак, друзья, все, раскроем и провели. Сейчас я вам покажу, как можно экономить время на пошиве. Хочу сказать, что такая пижамка от построения лекала до готового изделия собирается всего лишь за один рабочий день. Если вы будете идти в той последовательности, в которой пойду я, то вы легко справитесь буквально часов за 8 с такой вещицей. То есть, понимаете, да? Это можно собрать в ночь с 30 на 31, если вдруг не успеваете. Итак, первое, что сейчас мы с вами сделаем, это продублируем все необходимые детали за раз. Что мы будем дублировать? Мы будем дублировать обтачки, то есть обтачка подбор полочки, обтачка горловины, спинки. Далее два воротничка, то есть один со сгибом, другой со швом. Далее мы будем дублировать все манжеты и клапаны карманов. То есть, значит, смотрите, вот рукав, полочка, здесь у нас клапаны и штанишек есть у нас, так, в штанишке у нас есть манжета и пояс. Значит, дублируем все манжеты, клапаны карманов и пояс в том числе. Да, я буду дублировать, потому что ткань при перегиве пополам, она немножко заламывается и чуть-чуть растягивается. Все-таки нужно сделать такую небольшую статичность. Если бы я сделала раскрой не из того, что у меня есть, а как положено, то вполне вероятно, такой проблемы не было. Ну и что? Я продублирую пояс, тем более клеевая очень тонкая. Итак, сейчас мы перемещаемся на утюженный стол, сразу дублируем все детали и уже приступаем к пошиву. Итак, друзья, посмотрите, я продублировала все манжетки, планочки, пояс, воротничок, обтачка горловины. Да, все, значит, смотрите, что я сделала. Я проклеила дублерином, вот, к примеру, пояс, да, две детальки, две детальки пояса брючек, проклеила дублерином и сутюжила по ширине пополам. Все, подписала, что это брюки-пояс. Убираем в сторону. Дальше, здесь у нас манжеты для брюк, также продублированы, сутюжены пополам и обязательно подписаны, что это две манжеты для брючек. Далее, у нас два клапаночка для карманчиков, аналогичным способом. Все подписываем, иначе можно все потерять. Значит так, две манжеты для рукавов. Далее, две детальки воротничка. Один воротничок продублирован со сгибом, второй воротничок у меня будет со швом. Ну, я не разрезала дублерин, мне будет проще вот так сложить, проложить строчку, а после уже разрезать дублерин. Значит, две детальки воротничка и одна у нас обтачка горловинки. Все, это продублировано. Мы убираем в сторону, и сейчас мы будем дублировать подборд. Еще раз повторю, здесь будьте внимательны, потому что ткань может все-таки быть подвижной. Вот, если все-таки ткань подвижная, тогда сверяйтесь с лекалом. Ну, видите, у меня все ложится хорошо. Ткань и из-за этого еще выбиралась, чтобы она была не вредная, не капризная, чтобы на пошив у меня не уходило много времени. Значит, смотрите, что я сделаю. Чтобы все было симметрично, выкладываем дублирующий материал, клеим к ткани. Теперь я кладу вторым слоем дублирующий материал уже клеем вверх, тогда все будет у нас симметрично, потому что даже нерастяжимую ткань можно немножко перекосить. А вот так мы ничего не перекосим. Все, выравниваем, клей вверх, и сейчас я поверх кладу уже ткань. То есть вот так, четыре слоя, такой бутербродик. Так, все, выравниваем. Дублерин, который выскочит наружу, его можно будет осноровить, то есть убрать. Все, вроде как хорошо. И теперь такими притаптывающими движениями я скрепляю дублирующий материал основной тканью. Пока только я прихватываю, то есть это притаптывание такого рода. Еще пока не приклеиваю. Мне нужно сцепить между собой клеевую с основной тканью. Конечно, она вся не приклеилась, но, как говорится, схватилась. Теперь вот спокойно я вот так раскладываю и уже приклеиваю окончательно. Не растягиваем, более такими притаптывающими движениями, потому что если вы перекосите под борт, вы потом замучаетесь его стыковать с полочкой. Вот тут будьте внимательны. Клевая для трикотажа, очень тоненькая. Так, заутюжила складку, ну ладно. Отклеивать не будем. Вот если заутюжилась морщина, лучше не трогать. Почему? Потому что можно потянуть всю стань. Пусть она уже тут и будет, эта морщина. Но вообще, как бы, если будете шить не для одного раза, а на постоянную носку, конечно, вот на все это обращаем внимание и очень-очень аккуратно. Ну, а у нас это своего рода карнавальный костюм. Здесь немножко можно. Можно, но не нужно. Так, все, излишки дублерина я осноравлю за кадром. То есть чуть-чуть, он там, миллиметры какие-то повыступали для чистоты, мы осноравим. Вот, видите, морщинка. Ну, с лица она как бы под борта не дает ничего. Все равно это будет обращено вовнутрь, морщинка спрячется. А если был бы атлас, то это да. Так, и еще, друзья, нам нужно сделать кое-что. Так как мы будем с вами обрабатывать тканком наш воротничок и центральный срез полочки, то лучше, конечно, нам вот эти срезы центральные по полочке тоже продублировать. Но не такой широкой дублирующей тканью, а полосочкой. Для чего? Ну, для того, чтобы была небольшая такая жесткость, потому что все-таки я не надеюсь. Смотрите, я порезала просто полосочки клеевой, и вот сейчас, вот центр полочки, я прикладываю так полосочки, выкладываю их. Их можно разрезать. Можно выкроить полукругом вот так, но я этого делать не буду. Вот так приклеиваем. И кант у нас вошьется без проблем. Сейчас я просто тут отрежу. Так, отрежу. И вот так еще продублирую. Так, обрезаем. И вот сюда кусочек. Смотрите, как четко зашло. Честное слово, не мерила. Так получилось. Так все получилось. Вот этот уголок обязательно должен у вас, вот именно вот этот уголок, быть продублирован. Потому что мы его будем рассекать. Вот сейчас я излишечек вот тут срежу. И еще немножко вот кусочек дублеринчика подклею. Вот так. Потому что мы будем рассекать при вшивании воротничка. И чтобы было так тверденько. И не дай бог у нас ниточки не полезли. А если ткань сыпется у вас, то это обязательно нужно сделать. То есть видите, да? Вот так я обработала центры полочки одной детальки. И сейчас таким же способом. Давайте еще раз посмотрите. Обработаем центры полочки второй половинки переда. Видите, да? Я пока не отрисовываю выточку. Потому что мелок у меня исчезающий под воздействием пара. И я боюсь, что вот при таких влажно-тепловых делах он у меня просто исчезнет. Выточка исчезнет. Лучше я сначала сделаю все. А после я уже отрисую выточку и уже ее застрочу. Так, отрезаем. Помню, уголок у нас здесь. Так можно даже прям побольше вот так завести, чтобы потом уголочки не вклеивать. И можно сделать вот так. Вот все, вошли. Вот видите, да? Уголок. Самый главный уголок. Ну и сам срез. Лишнюю клеевую мы сейчас сноровим срежем. Вот, кстати, хорошо, что она белая. Очень хорошо видно. Я хочу сказать, с таким синим цветом. Белый цвет смотрится симпатично. Мне нравится. Так, все, убираем. И нам нужно, давайте уже сделаем такую же обработку по горловинке спинки. Вшивать воротничок будет легче. Все будет делать легче. Давайте. Вот чисто вот в это место. Также берем полосочку, выкладываем. Это все у нас уйдет под обтачечку, подкрой. Видно, это не будет. Но зато даст такую крепость. И позволит безболезненно нам сшить воротничок. Если у вас ткань типа атлас, то здесь нужно выкраивать вот эти, так скажем, штучки четко по контуру. Как мы делали, выкраивали на подборт и обтачку горловины. Также выкраивать клеевую ткань. Отмерять четко ширину. Ширину какую? Ну, берите сантиметра полтора. И вырезать. И тогда только приклеивать. Потому что с лица на атласе проступает еще однотонном проступает все. И поэтому вот эту операцию делаем очень внимательно. Чтобы у вас с лица потом вот таких вот угловатостей не было. То есть смотрим на свою ткань, какая она у вас. И в соответствии с ее свойствами мы и работаем. Ну, здесь у меня ничего не видно с лица. Здесь все забивается блеском. Поэтому я себе позволила сделать вот таким способом проклейку. Вы же, если что, выкраивайте, чтобы все было ровненько. Итак, друзья, дублирование мы сделали. Далее, пока у нас утюг горячий, сразу можно, знаете, что сделать? Можно проутюжить, а не можно, а даже нужно проутюжить сам кант. Кант, конечно, с магазина приезжает к нам не очень ровный. Он слегка мятый. Поэтому обязательно нужно его поутюжить. Чтобы вшивать было легче и работать было приятнее. Просто так берем и проутюживаем. Чтобы тесемочка канта была тоже не заломлена. Чтобы она была вся ровненькая. Сколько нужно канта, промерьте, пожалуйста, свое лекало по тем линиям, по которым у нас будет вшиваться кант. И возьмите немножко больше. Чуть-чуть все равно нужно брать запас. Не берите в сантиметр в сантиметр. Не дай бог, где-то что-то вам не хватит. Вам придется вновь ехать в магазин за вот этими достающими 5 сантиметрами. Обидно. Вот, допустим, тесемочка очень замята. Как с ней работать? Никак. Обязательно нужно проутюжить. Пока достаточно. И сейчас мы с вами, видите, да, подготовили все. И сейчас мы с вами переходим за швейную машинку и будем пришивать кант. К чему мы будем пришивать кант? Первое. Мы будем пришивать к одному слою воротника. Я беру слой без шва, выкладываем кант, то есть я покажу, вот так выкладываем кант, прикалываем булавочками, сейчас будет все это близко видно, и прокладываем строчку по одному слою воротника. Далее, по всем планочкам и манжетам, которые мы с вами сутюжили пополам, значит, пришивать мы будем к срезу, не к сгибу, а к срезу. Вот так будем прокладывать кант. И мы с вами вошьем кант по двум деталькам полочки, вот для чего мы с вами и проклеили вот эти срезы, то есть кантик мы будем пришивать, вот, полочка от низа, вот так, вот так, по лацкому и вот так, до уголка. Да, у нас здесь будет вшиваться воротничок и часть канта уйдет под воротничок, так проще. Можно было, конечно, остановиться на точке вшивания воротника, но тогда нужно очень аккуратно будет загнуть вот этот кант, то есть вывести на нет, чтобы ни в коем случае не резать на этой точке. Нужно его будет уводить и загибать. Немножко сложновато. Проще пройти вот так по всей длине вот этого воротничка и вот здесь уже его вывести, вот так вывести прямо на нет. Вот это маленькая подсказка. Значит так, переходим к пришиванию канта. Для пришивания канта лучше всего использовать одностороннюю лапку, так у вас не будет соскакивать строчка и пришивание будет очень удобным, легким и аккуратным. Итак, мы прикололи, можно приметать, если хотите приметывать, кант по всем необходимым срезам, то есть это воротник, клапана кармана, манжеты рукавов и рючин и центральный срез полочки. И теперь мы должны вот так очень аккуратненько пришить кант к краю на поворотах, то есть на таких изгибах идем очень медленно, очень аккуратно. Попадаем в строчку, которая есть на канте, приподнимая лапку, постоянно вот так крутим. Главное, чтобы кант был пришил ровно, без закусов и заломов. Опять поворот, проходим очень аккуратно. Попадаем в строчку на тесьме с кантом. И заканчиваем. Так, мы сейчас с вами пришили кант к одной детальке воротничка. На вторую детальку пришивать кант, естественно, мы не будем. И таким же способом мы пробегаем по всем полосочкам, которые у нас утюжены в два. Так, закончили. Пока мы находимся за шлейной машинкой в целях экономии времени, мы с вами сделаем следующее. Мы соединим между собой подборт воротника или полочки, подборт полочки с обтачкой горловинки спинки. И мы соединим центральный срез по спинке воротника, который будет у нас являться нижним. Потому что у меня получился шов. Таким образом мы сэкономим с вами довольно-таки приличное количество времени. Итак, складываем обтачку полочки, то есть вот он подборт полочки и обтачка горловинки спинки по плечевым швам. Вспоминаем, да, длина у нас здесь по 7 сантиметров. И прокладываем строчки. Строчкой прокладывается на ту ширину припуска, которую мы заложили при раскрое. То есть соединяем по плечевым швам. Все, у нас эта уже операция будет сделана. И сейчас мы будем переходить на ВТО. И сразу же мы сделаем разутюживание. И больше к этому нам обращаться будет не нужно. И аналогичным способом, вот у меня воротничок, видите, да, мне нужно проложить центральный шовчик по спинке. Сразу тоже делаю, несколько дел одновременно. И тем самым экономлю время. Так, все проложили строчку. И пойдемте теперь все поутюжим. Кант мы пришили, давайте теперь все это поутюжим. Все равно строчки нужно расправить, особенно вот в этих уголках. Сделаем такую небольшую утюжечку. Все, деталька одна готова. То есть это одна половинка полочки. ВТО второй половинке полочки. Теперь я думаю, понимаете, для чего мы приклеили полосочки клеевой. Для того, чтобы кант сшить хорошо. Для того, чтобы не было никакой сборки, стяжки, припосадки. Так, две полочки. Далее у нас воротничок был в работе. Так, хорошо. Далее у нас с вами 2, 2 обтачки кармана или клапаночка, как я говорю. Или рамочка, или манжетик, кому как удобно. Так, 2. Далее 2 манжетика для низобрючек. Так, 2 манжетика для рукавчиков. Далее мы с вами сделали дополнительную работу в целях экономии времени. То есть мы стачали между собой подборд и обтачку горловинки спинки. Припуски нужно разутюжить. Для этого выкладываем. Вот так. Видите, да? Параллельно делаем несколько дел. Поверьте, вы справитесь с этой пижамкой часов за 6-8. Так, разутюжили. Разутюжили. Хорошо. Можно с лицевой стороны контролькой. Выкладываем. Так, выступающие уголочки припусков срезаем. А уголочки припусков внутренней части срезаем вот так. Чтобы как можно тоньше был припуск. На шов при соединении обтачки с полочкой спинкой. Так, это у нас готово. Далее у нас воротничок. Помним, да? Центральный шовчик у нас по спинке. Так, разрезаем теперь клеевую. Так же припуск разутюживаем. Вот, видите, даже с блестками шов теряется. Так, теперь уголки срезаем. Для того, чтобы они не зашли у нас припуска. Не сделали никакого уплотнения. Или, не дай бог, не потянули. И еще раз давайте контролькой проутюжим. Люблю, когда все от утюжина хорошо. И еще, друзья, можно было сделать. И я все-таки это сделала. Соединить две детальки пояска брючек. Вспоминаем, у нас пояс брючек, да? Два шва. Я проложила строчку соединительную. То есть, это пояс для брюк. Раскрываем припуск. Разутюживаем. Раскрываем припуск. Разутюживаем. Можно было. Значит, смотрите, поясок у нас сгибается. Вот так в два, да? Можно было немножко не застрочить сознательно вход для вдевания резинки. Я проложила строчку и это не сделала. Я после просто подпарю вот здесь шовчик. И вдену резинку. И дальше я закрою этот уже шовчик вручную. Значит, смотрите, мы разутюжили. Теперь давайте вернем все-таки сутюжку в два. Вот так. И пояс у нас уже тоже с вами готов. Все. Смотрите, сколько мы дел одновременно сделали. Вот такой пояс для моих брючек. Далее нам нужно с вами соединить все наши планки, манжетики, воротнички с деталями, для которых они предназначаются. Значит, обтачку и подбор мы убираем в сторону, складываем хорошо, чтобы это все не помялось. С этим мы будем работать позднее. Поясок мы тоже убираем в сторону. Полочку, две полочки мы тоже пока убираем в сторону. А берем в работу брючки, рукава и карманчики и вторую часть воротничка. Итак, сейчас мы с вами соединяем две детали воротничка, то есть лицевую и изнаночную сторону. Для этого мы кладем воротничок детальку, на которой кант, на лицевую часть, кладем лицевую часть нижнего части воротничка, то есть на которой у меня шов. Прокалываем или приметываем булавочками по вот этой линии, то есть вот эти диагональные срезы, они у нас будут уходить в шов. То есть нам сейчас нужно соединить две детальки по линии, в которые мы пришивали кант. Значит, так мы делаем воротничок. Далее нам нужно пришить кармашком вот эти клапаночки или планочки. Для этого я смотрю, где я пометила, то есть к какой стороне у меня будет пришиваться обтачечка такая. И кладу следующим образом. К лицевой части я кладу ту часть, которая у нас в кант. Вот так. Скалываем булавочками или приметываем, и мы это тоже будем соединять на машинке. Далее берем рукавчики. К нижней части рукава, каждого рукава, мы должны приточать манжету. То есть к лицу мы кладем лицевую часть манжеты, то есть лицевая часть, это та, которая у нас пришит кант. Вот таким способом, срез к срезу, скалываем булавочками или прометываем, и будем прокладывать шовчик на машине. И аналогично нам нужно сделать с брючками. Значит, к нижнему срезу брючины, каждой брючины, то есть вот у нас брючки, мы также кладем наш манжетик, прокалываем или сметываем, и будем сейчас прокладывать строчку. То есть таким образом мы сейчас соединим все необходимые детали уже в полный комплект. То есть если карман, то это уже будет полноценный карман, если брючки, это будут уже полноценные брючки, рукав, полноценный рукав, и у нас с вами будет двойной воротничок. Итак, берем к себе шитье вот таким способом. Значит, прокладывать строчку мы будем со стороны, где видно строчку пришивания канта. И строчку мы будем прокладывать прямо в строчку пришивания канта. На всех деталях, то есть рукава, низ брючек, карманчики и воротничок. Можно сделать небольшую закрепочку, не спеша попадаем в строчку. Можно было, конечно, все это приметать, но свадебные платья меня разбаловали от сметки, поэтому работаем на булавках. Аккуратненько, чтобы не было никаких защипов, придерживаем. И четко идем по строчке пришивания канта. Выворачиваем наш воротничок. Посмотрите, какая будет красотища. Если припуск вам покажется великоватый, можно его будет подрезать. То есть вот так мы выворачиваем и можно будет уже утюжить. При желании, если вы не можете вот так вот выутюжить без приметывания, то нужно, конечно, вот так вывернуть воротничок и прометать вдоль всего среза. Но я буду делать все вручную без сметки. Итак, воротничок. Далее сделаем то же самое. Что я сейчас буду делать на карманчиках? То же самое мы делать будем на манжетах брючек и рукавчиков. Поворачиваем к себе так, чтобы мы видели строчку пришивания канта. Ну или поворачиваем к себе непосредственно самой манжеткой, да? Или планочкой. Так как у нас планочки или манжетки, уже сколько названий придумала, были выкроены шире карманчиков, рукавчиков, низа рукавчика и низа брючек, то, конечно, их нужно нам с вами подрезать. То есть вот таким образом отгибаем. Видите, да, какая планочка получается? И вот так вот срезаем, излишки срезаем перпендикулярно краю, то есть или сгибу самой планочки. То же самое делаем на нижней части рукавчиков и брючек. Далее вот эти срезы обязательно, можно сделать вот так. Может, кстати, вот смотрите, еще один вариант, чтобы срезаться ровно. Вот так режем по краю, да, карманчика. Но на рукавах и брючках такой фокус у нас не получится, потому что там у нас пойдет скос. Давайте посмотрим. Сравним. Так, вот чуть-чуть надо сноровить. Все, теперь одинаковые. Теперь, после того, как мы пришьем манжеты и планочки, нужно будет проложить вот повдоль данного среза оверлок. Давайте, это я оставлю за кадровой работой. Прокладываем оверлок как на карманчиках, так и на нижних частях брючек и рукавчиков. И переходим к гладильному столу. Теперь давайте все поутюжим. Начнем с карманчика. Значит, у карманчика припуск, по которому пришивали планочку, обработали оверлоком. И контур, то есть боковые части и нижнюю часть карманчика, тоже нужно было обработать оверлоком. Все это, конечно, нужно хорошо поутюжить. Смотрите, какой красивый получается карманчик. Далее, что необходимо сделать? Необходимо припуски по боковым срезам и по нижнему срезу у карманчика загнуть на ту ширину, которую мы заложили, сметать, прометать и проутюжить. Это будет выглядеть вот таким образом. То есть, видите, припуски загнуты, приметаны и заутюжены. Хорошо заутюжены. То есть, таким образом мы подготовили карманчики к пришиванию. Это касается карманчиков. Далее, что у нас идет? У нас воротничок. Как я сказала, здесь можно выметать, вот этот перегибчик, можно выметать. Ну, а я отутюжу так, потому что я удержу. Если вы не можете удержать, или у вас есть время, или вы любите иголочкой-ниточкой поработать, пожалуйста, выметывайте. Я сделаю вот таким образом. То есть, нам нужно вот так проутюжить. Так, с одной стороны. Давайте с другой стороны сделаем то же самое. Отлично. Посмотрите, какой у нас получается интересный, красивый воротничок. Далее, что нам нужно сделать? Нам нужно сколоть. Срезы, по которым мы будем вшивать воротничок в полочку и спинку булавочками и проложить на ширину лапки здесь строчку. А верлок пропускать не нужно. Просто скалываем. Можно опять же приметать. Но я проколю для скорости, потому что каждая минуточка нам дорога. У нас еще много дел перед праздниками. Если у вас произошел какое-то смещение выступа, сноровите. Все сноровите, чтобы все было ровненько. Я после прокладывания строчки осноровлю выступы, потому что может произойти какая-то деформация. Это никак не повлияет на сам воротник. Просто будет работать приятнее и аккуратнее. Все, воротничок готов. Прокладываем здесь строчку на ширину лапки. и воротничок убираю к швейной машинке. То есть этим мы будем заниматься. Далее, рукавчики. Смотрим, рукавчики наши. Припуски отгибаем наверх. То есть у всех маджи это в планах. Припуски, вот эти припуски, отгибаем наверх, заутюживаем. Посмотрите, какой у нас рукавчик. Чудесный. Так, и срезаем лишние хвостики, манжетки. Прямо перпендикулярно, под прямым углом. Не надо делать скос. Я делать скос не буду. Хотя вы можете сделать скос. Я под прямым углом срезаю. Рукавчик один готов. Давайте второй рукавчик сделаем. То же самое. Припуск у нас оверложен. Отгибаем наверх. заутюживаем загиб. Очень симпатично смотрится белый кант на таком ярко-синим блестящем фоне. Мне нравится. Прямо по-новогоднему уже настроение хочется, праздника. Но нам еще нужно поработать. Отдыхать будем позже. Так, все, два рукавчика готовы. Рукавчики мы убираем в сторону. Ими будем заниматься позже. Дальше у нас с вами брючины. То есть передняя и задняя половинка левой и правой брючины. Вот они наши манжеты. Также припуски у нас обработана верлаком. Поднимаем их вверх. Заутюживаем. Заутюживаем. И так же хвостики срезаем. Видите, да? Я перестраховалась. Я лучше вот это все срежу сейчас, чем я бы, не дай бог, мне что-то там не хватило. Так, и второй брючины делаем то же самое. Припуск обращаем вверх. Красивый кант. Буду очень нарядная. По-домашнему уютная и очень нарядная. Я уже думаю, какой бы мне фартучек сообразить, потому что все-таки придется немножко побегать между кухней и праздничным столом. Итак, сейчас сразу мы же экономим с вами время, правда? А время у нас очень ограничено. Сейчас брючки уже отутюжены, брючины. По идее, они готовы к соединению. Значит, смотрите, сейчас сразу же проколем и проложим строчку. Строчку, то есть соединять мы начинаем снизу, то есть стыкуя канты, стыкуя канты и низ самих брючек, то есть сами манжеты. Подрезать уже все не получится, потому что длина у нас выверена, длина брючек уже известна, то есть торцевые срезики мы совмещаем, прокалываем иголочкой и вот так расклад складем. Видите, да? Мы не зря уравняли два вот этих среза внутренних для того, чтобы сейчас безболезненно мы взяли, прокололи и проложили строчку. Это не классические брюки, еще раз напоминаю, никаких оттяжек, никаких задних половинок, внутреннего среза, никаких вот этих вот закруглений у колена я не делаю, это домашние шароварчики, которых мне будет очень удобно и комфортно, я надеюсь, вам тоже. Так, вообще пижамы в 2020 году это тренд, потому что мы очень много времени находились в изоляции дома, а дома тоже хочется быть красиво, потому что нужно выйти в сторис, поговорить с подписчиками, выйти в прямой эфир, да, и нужно всегда выглядеть хорошо. К сожалению, у меня не доходили руки, вот сейчас у меня будет пижама. Так, одна брючина готова, я ее убираю к швейной машине, то есть сейчас сразу мы и проложим вот эти строчки, чтобы не возвращаться к брюкам, видите, да, как мы экономим время. Значит, так, совмещаю опять канты, то есть совмещение начинаем снизу, совмещаем срезы манжетов, обязательно, все, длина у нас готова, низ брючин у нас обработан, выкладываем шов, то есть срезы, шов, еще шва нет, будущий шов, давайте так скажем, все, выкладываем, все, отлично, так, тут у меня за толщиной переколю булавку, она мне не нравится, вот так вкалю булавку и прокалываем, так, все, вторая брючинка готова, тоже убираю к швейной машине, здесь будет прокладываться строчка и будет прокладываться оверлочная строчка, понятно, да, то есть, несмотря на то, что трикотаж не сыпется, я все равно прокладываю оверлок, и сейчас мы с вами прикрепим, то есть, определим место пришивания карманов, то есть, сейчас мы берем две половинки полочки, прикрепим.